Всем здарова дорогие друзья, с вами как всегда Ник, мы продолжаем играть с ними в различные андроид игрушки и возвращаемся в Genshin Impact. И я хрен его знает почему, я его запустил и он у меня сразу начал подлагивать. То есть почему-то идёт гораздо больше пропусков кадров, чем обычно, и я хрен знает почему. Странно. Хотя вроде бы я только что перезагружал телефон, но типа ладно, я надеюсь это пройдёт со временем. И нам надо сегодня сконцентрироваться на максимальной прокачке, ведь у нас есть новое издание репутации, но у меня ещё не полностью пройдено это... Грозовое правосудие, глава вторая. Здесь у нас удивительные истории девочки с фейерверками в Золотом Карасе. Я хотел бы повыполнять вот всякие, знаете, такие... О, сказания из Татары. Расспросите двух человек. В Татарсуне произошло нечто зловещее. О, нужно разрушить все барьеры, кстати. Вот это прикольно. Ну, задание легенд я ещё не хочу выполнять. Я вот думаю, может быть, мне взять что-то... А, вот, наследие Арабаси. Здесь вроде бы... Ммм... Прикольно, что тут можно сворачивать то, что тебе не особо надо. Давайте мы сразу это сделаем. Мечты о фехтовании, наследие Арабаси, сказания Татары. Как я понимаю, это дополнительные квесты. И здесь вот, допустим, дают продолжить расследование в заброшенном святилище. Я не помню, как я его начинал-то. Тут говорят продолжить, но окей. Нам нужно как-то попасть в святилище, видимо. Ближайший чекпоинт находится, видимо, здесь. Но я, наверное, пойду всё-таки через этот чекпоинт, потому что... Ну, проще будет до сюда дойти. Сегодня мы будем с вами идти не по сюжету, а по дополнительным квестам. Постараемся их пройти как можно больше, потому что надо копить Камни Истока на... Как она называется-то? Надо Камни Истока, короче, копить на... Паки, да. Если мы будем выполнять сюжетные задания, за них дают хоть и много Камни Истока, но сами сюжетные задания и задания легенд проходятся очень долго. Мы, конечно, ещё и постараемся их успеть пройти, но и хотелось бы ещё попроходить вот такие вот всякие дополнительные квестики, а то мы только и делаем, что идём по сюжетке. Чисто для разнообразия. Офигеть тут, кстати, в унацзуме ещё, по-моему, выше... Я только что видел сквозь текстуры, или мне показалось? По-моему, мне не показалось явно. Под этой хренью, видимо, есть что-то. Я вижу, кстати, фейку. Я понимаю, что я могу, типа, в это святилище зайти, но... А, подождите, это, по-моему, та фея, которую я забрал уже, да, если я не ошибаюсь? Блин, слишком мелко и слишком далеко, чтобы понять. Да, по-моему, это та фея, с которой я уже залатал в сундук, когда здесь выполнял одно из заданий. Да, господи, чё это за такие долгие прогрузки и какие-то непонятные пролаги? Ну, ладно. Я думаю, я перетерплю это. Вот эти штуки как-то можно будет потом, видимо, активировать вот этих вот чувачков. Блин, тут так темно, что я нифига не вижу. А можно мне, пожалуйста, утро? Время. Почему постоянно, блин, ночь? Я офигеваю с этого. Господи, как ещё все медленно прогружаются. Сейчас шесть утра? Прикиньте, вот сейчас шесть утра. Блин, глаз выколи темно как. А чё я должен здесь сделать? То есть, типа, ну, продолжите расследование и чё? Я уж забыл, чё здесь надо. Может, надо искать какие-то следы? Давайте мы уточним задание, описание задания, почитаем. Крам Грозовой Сакру нужно разрушить все барьеры. В заброшенном светилище на северо-востоке. А, понятно. Нам нужно где-то в этой области разрушить какой-либо барьер. Блин, игра сегодня вообще как-то неадекватно себя ведёт. Она лагает сильнее, чем обычно. И главное, это не проходит ещё со временем. Ну ладно, мы всё равно сегодня будем вот не сюжетку смотреть, а в основном драться вот со всякими мобами. Ежедневные задания уже я сегодня вне записи выполнил. А, так это и это всего лишь. Я думал, это зеркальная барышня, а это всего лишь обычная. Типа можно её убить, получить пыльцу, но мы вряд ли от этого что-то ещё получим. То есть вряд ли какие-то сундуки нам будут идти. Нам нужно где-то здесь найти какой-то барьер. О, траванаку надо взять. Нам нужно здесь найти какой-то барьер. А чё она не карабкается? Наконец-то она залезла. Блин, здесь везде какие-то чуваки ходят. А вот это уже, по-моему, зеркальная барышня, если я не ошибаюсь. Господи, как же оно лагает, а? У меня сегодня игра почему-то лагает сильнее, чем обычно. Возможно, кстати, из-за температуры. У нас сейчас 30... Почти 5 градусов тепла. И поэтому, возможно, от этого... Подлагивает оно всё. Я очень надеюсь, что она не стелепортируется назад. А будет со мной сражаться здесь. О, вода это хорошо, кстати, подруга. Давайте ещё перегрузочка её долбанём. Ну, чё-то какие-то это ватные персонажи, на самом деле. Они как-то и вроде бы быстро убиваются, и вроде бы чё-то особо и не делают. То есть они мне даже урона практически не нанесли. А вот этот самурай, походу, охраняет чё-то. Возможно, вход. Может, до водопада есть какой-то скрытый проход, ты его знает. 16 тысяч урона. Ну да, этот чел уже бьёт побольнее. Тем более здесь вода. Но это для него тоже плохо, потому что... Ну, куда ты залезла? Зачем? Причём на него вода не работает почему-то сейчас. Видимо, из-за того, что он стоит. Так, вернёмся от его атаки с помощью нашей ульты. Ну, здесь, в принципе, его будет быстро забороть. Но нет, за него ничего не дали. То есть... Прохода как такого здесь нет. Хотя, может, через водопад? Такое ощущение, будто можно через него пройти, но нельзя. Хм. Блин, капец, как телефон, конечно, нагревается. Это вообще жесть. В такую погоду. Так, а я доползу вообще до верха. Вроде здесь постоять можно, если чё. Так. Нам заползать на эту гору не надо. Она, в принципе, где-то вне зоны. Нам нужно найти здесь какие-то барьеры, как я понимаю. Проблема только в том, что я не вижу здесь барьеров. Видимо, мне их надо найти. Каким-то образом. А, ну вот эта женщина, которая у нас и была. Может, с ней надо поговорить? Да нет, вроде бы она неактивна. Ну, смотрите-ка, мы обереги. Только не говори тайно. У нас получилась отличная команда. Вместе мы хороши. Что произошло? Найти решение. Накальными ворами окажемся мы. Тут, кстати, есть ещё... Этот... Электрокол, но он, видимо, под землёй где-то. Мне сражаться с этими бесконечными мобами особого смысла нет. Возможно, мне надо просто постоянно искать призрака и... При этом каких-то элементальных следов она не оставляет. Ну, сначала она перемещается сюда. Мне, видимо, надо как-то этих призраков определить. Определённой последовательности активировать, чтобы... Что-то произошло. Но всё ещё с этими статуями я не могу взаимодействовать. Блин, такое ощущение, будто этот квест я буду сейчас выполнять достаточно долго. Она опять здесь появилась. Может, нам дали какое-то новое пояснение? Ну, она появляется, короче, в разных местах. И главное узнать, это последовательность. Но... Как узнать последовательность? Это тоже вариант такой. Всё-таки меня заметила эта барышня. Поэтому придётся её шатать. Ты не упёрся в какую-то невидимую стену. Ты не упёрся в какую-то невидимую стену. Ага, вижу призрака. Но он ничего не говорит и появляется всё время в разных местах. Здесь есть какие-то алтари, но теперь я не могу с ними взаимодействовать. Возможно, стоит идти туда, куда она смотрит. Я вот думаю насчёт этого. Но в этот раз её вот здесь вот нету, куда она смотрела. Она есть только вот в этом направлении. И сейчас она смотрит в эту сторону. Но в этой стороне её нету. Вот в чём проблема. Но я нашёл сундук. Который бы, конечно, хотелось добыть. Так, одного мы ушатали. Всё, зачищено как бы. Можно забрать гарды, взять сундучок. Но это не то, чем бы я хотел заниматься на самом-то деле. Мне надо как-то понять, как решить эту головоломку. Сказали, что есть какая-то последовательность у появления этих призраков. Но я пробовал, короче, идти туда, куда они смотрят. Но это ничего не дало, по сути. Подождите, может вы мне чё-то расскажете? Да вроде она особо ничего не рассказывает. Может быть, я не могу пройти этот квест, потому что у меня нету какого-то предмета вот для этих лисиц. Потому что призрак появляется в основном рядом с лисицами. А по-моему, насколько я знаю, для того, чтобы с ними взаимодействовать, нужен какой-то предмет. Ну или это не лисица, а фиг его знает, чё за существа. А чё это такое? А, это тоже лисица. И причём я не вижу призрака. Возможно, он опять вернулся на исходную позицию. То есть куда-то... Вот сюда. Да, как я и думал. Ну, сейчас она смотрит, вот допустим, в эту сторону. Я не думаю, что если я пойду в эту сторону, я смогу её здесь найти. Она в основном появляется больше в этих... В местах ближе к храму, скажем так. Ой, есть жукуника Бута, можно её взять. Я, правда, не знаю пока, зачем они нужны, но в будущем, возможно, пригодятся. Блин, как пройти этот квест? Я помню, что там написали, что типа последовательность есть в её исчезновениях, но я протупил в том моменте и не запомнил, чё она мне сказала, а просто прокликал. Из-за этого мне сейчас придётся страдать в поисках её найти. Теперь она должна появиться, по сути, где-то здесь. Да, как я и думал. Я, наверное, посмотрю решение в Википедии сейчас. Потому что я фиг его знает, в какой последовательности её надо активировать. Поэтому сейчас я быстренько гляну. Просто если это лисицы, да, то есть мне нужно взаимодействовать именно вот с этими лисицами, а у меня просто нету пока этого предмета, с которым я бы мог с ними взаимодействовать. Поэтому если этот квест невыполняемый, то я бы лучше ушёл отсюда и не тратил зря время, если именно нужно изучать лисиц. Короче, я посмотрел, и я понял примерно, что мне нужно сделать, как я понимаю. Мне нужно провести призраков к трем статуям. Лисиц. И вот, смотрите, двух из призраков мы привели к статуе лисицы. К статуям лисиц. А ещё говорили, что можно поговорить вот с этой штукой. Но я, возможно, уже с ней когда-то говорил. Обереги запечатаны, все они будут собраны здесь. Ну да, я, видимо, с ней уже говорил когда-то. Причём, допустим, вот эта статуя... Ой, этот призрак, он здесь сейчас? Этот призрак находится рядом с этой статуей лисицы, но она не светится. Вот в чём проблема. Да, смотрите-ка, двух из этих штук я переместил сюда. И, возможно, мне нужно сейчас переместить третью барышню, тоже к статуе лисиц, но мне нужно её для этого сначала найти. Как я понимаю, статуи начинают... Ой, эти... Да, правильно, статуи начинают светиться, если я разговариваю с барышнями. Ну, то есть, подвожу их к статуям. Я не смотрел полностью как-то пройти, потому что мне интересно самому проверить эту теорию. Я просто посмотрел примерно, что нужно сделать. Ну, то есть, в чём заключается головоломка. И она заключается именно в проведении призраков. Только вот где ещё один из призраков, для меня, конечно, пока загадка. Я посмотрел ещё там это, по мелочи. О, кстати. А, это светлячок, блин. Я думаю, это ростки сакуры. Ну, типа, теоретически она должна быть где-то вот здесь, но я её здесь не вижу. То есть, здесь есть всё, кроме неё самой. А-а-а-а-а-а-а! Видите, здесь у нас есть Электрокул Но мне кажется, это не тот Электрокул Где-то здесь был когда-то Электрокул И я прочитал, что третья тень, она находится на крыше Какого-то из зданий Но написано, что здание находится рядом с Электрокулом А я фиг его знает, где я собирал этот Электрокул Но тут не так, чтобы прям много зданий То есть, скорее всего, на этом здании, мне кажется Господи, тут просто все черное, ничего не вижу Хм, и на этой крыше ее нет Может, конечно, я не вижу просто Потому что тут, блин, нифига не видно Из-за того, что все черное, блин Ау Но я не помню, чтобы здесь были какие-то другие дома Вот в чем проблема То есть, написано, что должен быть Третья тень должна быть на доме Может быть, где-то дом находится где-то, не знаю Подаль от этой зоны То есть, надо посмотреть эти Так, здесь Макбезный Сюда мне вряд ли надо идти Подождите, но тут есть проход Под эту А, ну да Не так-то просто здесь пройти будет Можно завалить, кстати, Магобездной В принципе, почему бы нет Как бы халявный сундук Блин, я даже не успел проюзать навык Да, блин, не успеваю я использовать навыки Я ударил его навыком или он не засчитался? А, так или иначе, не важно Надеюсь, из-за того, что я вышел из зоны У меня не отреспавнились призраки заново А, это еще только первый этап был, оказывается И все эти, еще эти Слаймы есть Так, иммунитет, это плохо Вообще, кофига у ледяных слаймов Иммунитет к электро Да, господи, сдолбали морозить меня По КД просто Да, блин, я не могу выйти Из заморозки Ну, конечно, он восстановил себе броню Из-за того, что я не мог Не сбить себе заморозку Ничего сделать толком Все, до свидания Все, это были точно последние противники Серьезно, мага бездны И трех слаймов победить Рядом с водной фигней Больших слаймов Чтоб получить просто Обычный сундук На пару звездочек А, это бабочки кристальные А вот эту штуку мне надо собирать Честно сказать О, я вижу, там фея есть И куда она улетела? Блин, не так быстро перемещаются Что я просто не успеваю заметить Куда они полетят Блин, как жарко Это просто капец Во-первых, у меня в руках Телефон печка О, да неужели, блин, господи Наконец-то стало Более-менее светло Хотя, может, я сейчас зайду Вот в эту зону И опять станет темно Да, здесь темнеет Почему-то То есть здесь всегда ночь, видимо Ну, как бы Написано, что третья тень Находится где-то Рядом с домом Но при этом Я фиг его знаю, где этот дом находится Если это не эта тень Точнее, не рядом с домом А именно на доме Написано, что она Наверху Но я вроде бы Верхушку дома Все обыскал Я не видел там Никаких призраков Где же тогда Может быть Эта тень Причем, если я ухожу Из этой точки То становится светло То, скорее всего Я неправильно иду Если я выхожу Из этой зоны Господи Да где эта гребаная тень Может находиться Я не вижу просто Здесь никаких других домов Написано, что она должна быть в доме Сейчас я еще раз изучу И попробую посмотреть Где она Короче, я примерно Посмотрел Где она находится И да Это этот дом И видимо Она реально Где-то на нем Я просто Посмотрел место Расположения ее И оно Очень не очевидно Скажем так Она должна быть Прямо вот Вот она То есть Я ее не заметил Просто из-за того Что она была Вот на верхушке Вот этого самого места Капец Они, конечно Ее заныкали Как еще вообще Как ее вообще Возможно было найти Таким образом Ну и вроде бы Она сейчас Должна перейти В нужную мне Позицию Не Смотрите-ка Окей Надо видимо Ее найти еще раз Господи Мое горло Меня уже Начинает Снова Подводить Наверняка Она переместилась Куда-то 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 А как я должен Взять Вот Эту Сакуру А Так Окей Может быть Она все еще На крыше Но я вроде бы С ней поговорил Она должна была Переместиться К статуям Но возможно Она Сказать Переместилась В какое-то Другое место Проблема Проблема еще В том Что Если у тебя Стоит Низкая Дальность Прорисовки То Призраки Они отображаться Начинают Только при Приближении К ним И поэтому Я не могу Ее издалека Заметить Если бы Хотел Плюс Она может Залезть Куда угодно Хоть Вот на этот Камень Куда же Она могла Переместиться Ну написано Что по сути Я должен был Их переместить Что-то Я нифига Не понимаю Ну Она должна Была Переместиться Сюда Вот В чем Проблема Но Я ее Не вижу Здесь Причем Она с крыши Тоже Исчезла Блин А где Она может Находиться Я вот Не понимаю То есть Она куда-то Переместилась А куда Фик Его знает Но я уверен Что их Надо Переместить Как-то Вот К этой Статуе К Третьей Но проблема Именно В том Что я Не могу Последнюю Тень Найти То ли Квест Забаговал То ли Я Что-то Не то Делаю А Ну вот Она Не туда Переместилась Ну Нифига Си Ты еще И прячешься Короче За деревьями Как Вообще Ее Здесь Можно Было Найти Я ее Совершенно Случайно Нашел Да Вот И у нас Аж целых Три Сундука Появилось Но это Видимо Еще Не до Конца Пройден Квест Как я Понимаю Потому что Здесь Есть Дополнительная Точка С которой Должны Займодействовать Но сначала Мы соберем Конечно Сундучки Первым Делом Плюс Пятнадцать Камней Столько Тем временем Достаточно Плохая Награда За Просто Перемещение Статуи Этого Хватит Я должен Был Заострять Внимание На деталях Внутри Есть Книга Первый Где Громовые Утесы Громовой Сакуры 60 лет Ну Наверное Я это смогу Из чего Перепрочитать Если мне Будет Нужно Нам Нужно Идти Великий Храм На руками Да Как я Понимаю Да Давайте Мы Отметим А Он уже На отслеживании Стоит Нам уже Показывают Куда Надо Идти Ну давайте Идем туда Да блин Не то Нажал И Попробуем Еще Здесь Что Нибудь Поделать Господи Так Жарко Блин Мозги Вообще Не варят Это Просто 35 Градусов Да Жесть Какая Надеюсь Больше Таких Знаете Немножко Неочевидно Головоломок Не будет Чтобы Мы Много Времени Не тратили Издалека Себя Что-то Забочит Рассказывать О том Что случилось Светилище Вижу Теперь Все Понятно Отчищение Священной Сакуры Описание Ритуала Утеряна Фатуи Да Господи Да Можно Реально Придумать На ходу Окей Жрица В маске Мы Пока Не Закончили О Линза Воспоминаний Вот Вот эта Вот штука Короче Она понадобится Мне для того Чтобы На лисах И использовать И Что-то Делать За этот счет Что я не знаю Но типа Линза Человеку С этим И справимся Земная Китсуна Посмотри На нее На линзу Воспоминаний Окей Так Хранилищ Зайдет Зайдет Как я понимаю Блин Вот это Вот место Вот это Вот Не до Озера Оно Такое Офигенное На самом деле А Блин Я забыл Это же Скала То есть Это мне Показывает По-моему То что Внутри Скалы Находится То есть Здесь На самом Деле Мне Не пройти Через Текстуры Или Нет Или Можно Не знаю Мне эти Электрические Разводы На воде Не внушают Доверие Я хотел Сначала Оттуда Упасть Но потом Что-то Передумал Господи Да Спускайся Уже Быстрее Байдоу Давайте Попробуем Использовать Линзу Воспоминаний И посмотреть На различных Лис Тут у нас Их благо Было Достаточно Много И на доме Я помню Была Линза Блин Как быстро Появляются Вот эти Цветки Сакуры Заново Вот И вот Здесь У нас Была Лиза Это Лиса Первая Вот она Ага Используйте Линзу Вспоминай Чтобы Видеть То Чего Раньше Не Существовало Потом Призрака Можно Использовать Хорошее Место Сыщенные Строки Посланник На руками Окей Запоминаем Посланник Посланник На руками Теперь Двигаемся Дальше Вот Вторая Лиса Так А здесь Ничего Не сказали Полезного Да Еще У нас Есть Лиса Вот Здесь Так Первая Это Посланник На руками Запомнили Блин Я Я случайно Пропустил Ту фразу Которая Была Важной А могу Я Еще Раз Использовать Кадзари Да Я могу Еще Раз Посмотреть На эту Шнягу Или Нет А Вот Рот Белого Дракона Все Понял Посланник На руками Рот Белого Дракона Да 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 Это Я Все Слышал Еще У нас Были Лисы Наверху Но Они Были Не Светящие Ся Вторая Строка А Блин Тут Мне Даже Показали Если бы Я не запомнил Я зря Пересматривал Так Посланник На руками Рот Белого Дракона Так Здесь Мы Ничего Полезного Не узнали Но У нас Есть Еще Лисичка Одна Как Минимум Вот Здесь Так Используем Третье Лису Ворота Замком Дверь За А Замком Деревня Конда Мы нашли Ключ Ну Окей А где Можно Будет Взаимодействовать С этой Штукой Здесь Есть Еще Одна Лиса Посланник На руками Рот Белого Дракона Еще Мы узнали Место Куда Нам Надо Но Здесь Нет Информации Какая Третья Строка Я думаю Строк Будет Три Всего В целом И Мне Нужно Найти Еще Одну Лису С Большими Лисами Лисами Нельзя Взаимодействовать Линзой Окей Подождите Эту Лису Мы проверяли Или нет Сейчас Проверим А Вот Третья Строка Неси Жареный Тофу И Скорее Окей Мы узнали Все Три Строки Теперь Мы Можем Их Видимо Статуи Написать Но Я Запомнил Это Ничего Сложного В Итак Именем Посланника На руками В смысле Там про дракона Было На второй Строке Ну ладно И Лорда Хакусинов И В третьей Строке Пройду Принесите Жареный Тофу Да Работает Но Там же Было Написано Белого Дракона Но Мы Можем Получить Какой Оберег Теперь Нужно Найти Барьер Ну Офигеть Конечно А Где Я Найду Этот Барьер Тебе То Есть Мне Даже Не Дали Информации Насчет Того Где Может Располагаться Барьер Но Я Помню Что У Одной Лисы Была Этот Какая Это Информация Насчет Деревни Кондо По Моему Да Надо Посмотреть В заданиях Про Деревню Кондо Теперь Вы Можете Разрушить Соответствующий Барьер Где Я Конечно Все Понимаю Но Где Находится Этот Барьер Возможно Таких Барьеров Несколько Мне так Кажется Что Реально Таких Барьеров Несколько И Где Они Находятся Я Не Знаю Честно Сказать И Куда Мне Идти Примерно Я Тоже Не Представляю То Я Даже Не Знаю Где Находится Данный Тип Барьеров Я Еще Ни Разу Не Видел Но Я Помню Что Вот Рядом У Одной Лисицы Ну Не Помню Уже Точно Какой Говорилось О Барьере То Есть О Месте Я Б Сказал Но Там Вроде Что Было Про Деревню Конда Если Я Не Ошибаюсь Так Это Не Активная Лиса Блин Мне Нужно Подойти Ближе Ну Блин А На Какой Лисице Была Деревня Я Уже Не Помню Честно Сказать Да 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 Я 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 Сейчас Секунду Я Все Так Посмотрю Где Нибудь А Все Дошло Короче Барьер Находится В этой Зоне Но Почему Его Не Подсвечивали Для Меня Конечно Загадка Барьер У нас Находится Вот Здесь Я Бо Его Сам Оскал Целую Вечность А Типа Вот Эти Барьеры Они Считаются Типа Барьерами Я Думал Это Просто Решетка Но Мне Нужен Ржавый Ключ Подождите К А Где Мне Его Найти Получается А Понял Короче Решетка Есть Вот И нам Нужно Идти Влево По Решетке И где То Здесь Будет Вход В Пещеру Ну Нифига Себе Нифига Себе Не Заныкали Конечно Вход Да 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 И вот Здесь Мы Должны Разрушить Барьер Скорее Всего Это Будет Сейчас Битва С Каким То Из Боссов Как я понимаю А А я Могу Открыть Решетку Чтобы Пройти Здесь А это Можно Собрать Нельзя Да Мне Нужен Ключ Чтобы Открыть Решетку Но Вполне Возможно Ключ Я получу Когда Завершу Здесь Задание С Барьером И Судя По Фонарям Здесь Будет Какая То Головоломка Может Я Уже Решал Когда То Я Не Помню Я Заходил Сюда Или Нет Единственный Такой Вопрос У меня Я Должен Разрушить Барьер Но Я Этого Барьера Честно Говоря Не Вижу От Слова Совсем Отлично Кристальное Ядро Халявное Здесь Еще Фейку Можно Привести Ну Типа Я В Пещере Окей Вот Я Типа В Пещере Здесь Есть Какая То А Вот Господи Серьезно То Есть Вот Эта Штука Надо Было С ней Взаимодействовать Отлично У нас Активировалась Головоломка Так Ну Здесь Мы Должны Врубить Два И Видимо На всех Остальных Фонарях Должна Быть Троечка Мне Так Кажется Что Это Так Работает То То Здесь Тоже Ставим Троечку Еще Троечку Надо Поставить Вот Здесь Ну Типа Окей Теперь Надо Как-то Взаимодействовать Какой-то Из Ну Вроде Все И Сейчас Как я Понимаю Будет Типа Босс Да В этот Раз То Угненный Самурай В прошлый Раз Мы Дрались Каким-то Самураем Электрическим Он Замораживается Окей Это Хорошо Давай Тюльтанем Ради Приличия Да Господи А куда Ты Бьешь То Ну И Куда Ты Убежал Он Даже Меня Не Ударил При этом При Всем Но Причем Пиро Против Него Работает Видимо Это Его Освечение Оно Дает Только Ему Успел Ведь Все Так Засранец Так Все До свидания Минус Самурай Окей Сейчас Будет Скорее Всего Какой-то Долгий Диалог С Кадзари Да 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 Я Это Уже Слышал Но Зачем Были Все Свои Причины Прошу Прощения Неважно Барьера Больше Нет Указания По чищению Сакуры Я не понимаю Люди Ничего Не понимают Сколько Лет Такие Вопросы Неприлично Сдавать Окей Громовой Сакура Очень Много Нужно Проводить Ритуал Рассказать Чищение Отлично Схватываешь Я буду Это пропускать Потому что Это не особо Интересно Я думаю Если что Вы можете Там на паузу Поставить Правда Наверное Из-за того Что я Слишком быстро Раскиповать Диалоги Это будет Сделать Не так Что Просто Ты говорила Про 5 мест С Страданиями Разрушены Еще осталось Видимо 4 Самая лучшая Служительность Назума Приятного Аппетита Все Спасибо Мы решили Покушать Видимо С ней Что-то Есть Странное Хоть Мне и Понравилось А Типа Отравила Еду Окей В целом Видимо Из-за того Что она Типа Призрак Или Что-то В этом Духе Ее Еда Которая Она Готовит Она Тоже Типа Призрачная Я думаю Пайман Легко Смутить Так У тебя Язык Да Нормально Все Пайман Расслабься Катзарий Ты Катзарий В самом Деле Меня Обманули Она Говорила Об этом В самом Начале Так Чем Ж Дело Ты Права Все Господи Наконец Такие длинные Диалоги Я бы задолбался Реально Их читать Да 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 Бедный Хироси Бедная Катзарий Мои манеры Береги его Это очень ценный Предмет Я понимаю Буду беречь Его как Зеницу Ока Как же Жарко Как я понимаю Теперь мы Можем Использовать Эту линзу Да Мы ее Наверное С самого начала Могли использовать В абсолютно Любых местах Да Жертвоприношение Выполнено В принципе Достаточно Изи А То есть Теперь мы Должны Короче Завершать Каждый Ритуал В каждом Месте Да В которых Она говорила Лес Тинзю Арауми И ниже Приливной Раковины Что за Имением Комисата Деревня Конда Короче Нужно Разрушить Барьеры В пяти местах Да Это типа Продолжение Этого Квеста Но Я не знаю Выполнять мне его Либо пойти По чему-то Другому Я бы хотел Вот Наследие Рабаси Начать Проходить Мы вернемся К этому заданию Конечно Еще Обязательно Но я бы Хотел Сначала Поиграть Еще и В другие Задания Потому что Лисиц Конечно Фоткать И искать Воспоминания Это очень Весело Вот это Вот все Дела Но Наверное Я все-таки Хочу Еще немного Поиграть В игру Поубивать Там Кого-то И так Далее Но Тут Тоже Как Боссы Все Дела Типа Вот Это Вот Но Мне Нужно Как Можно Быстрее Фармить Камни Истока А Это Задание Очень Долгое В плане Прохождения Мы Его Конечно Будем Проходить Возможно В ближайших Сериях Даже Но Хотелось Б Сначала Выполнить Что-то Возможно Более Быстрое Хотя Далеко Не факт Что То Задание Которое Собирает Зять Будет Более Быстрым Здесь У нас Челик Чилит Но Он Ничего Не Охраняет Поэтому Смысла Сражаться С ним Нет Странный Камень Какой-то Конечно У нас Есть Еще Куча Всяких Маленьких Заданий За которые Тоже Можно Получить Соответствующие Награды И В большинстве Из них Это Крас Камни Стока Вряд ли Конечно Во всех Но Я думаю Во многих Каменный Столб На Руками Да Ты Издеваешься Прямо В меня Молния Попала Окей Теперь Используем Чувства Стеки Чтобы Изучить Что-то Вокруг И найти Оберег Так Ну Первая Нас Ведет Сюда А Кадзи Да Да Мы Видимо Когда-то У него Взяли Задание Здесь И Теперь Мы Только Начали Его Выполнять Я вижу Здесь Трех Каких-то Проклятых Челиков Даже Не трех А четырех Блин Надо было Усилить Атаку Чтоб Посильнее Жарить А Их Тут Трое Ну Я имею Ввиду Рядом Со Мною Атак Их Больше Так Как Мы Видим И Гораздо Большее Количество Скорее Сего Мне Нужно Ушатать От всех И Барьер Сломается Я Смогу Пройти Куда-то Внутрь Они Они так быстро Кстати Восстанавливаются После Нанесения Мурона Причем Они Не сразу Обращают Еще На Внимание То есть Мне Не Достаточно Было Ударить Одного Чтобы Все Остальные Как Бы Начали Обращать На Меня Внимание Ну Вроде Я всех Ушатал Спадет Ли Сейчас Барьер У нас Как Вы Думаете Что-то Не похоже На То Вроде Бо Не Все Светились Как Будто А Возможно Мне Нужно Найти Сейчас Этот Вот Этот Электрогранум Или Как Он Называется Вот Что Это Такое Такое Думаю Что-то непонятное. Но вон там еще есть один, да? Мне нужно, видимо, найти главный для начала. И от него уже плясать, как бы. Явно не в эту сторону. Ну, вот этот он светится, да? Да, то есть мне нужно просто указать с помощью этого на следующий. Господи, почему я не могу вверх нормально посмотреть? Так, настроить высоту. Может вниз? Ой, я его активировал как-то. А теперь от этого я должен как-то переместить его вон к тому, видимо. Господи, сколько тут этих башен? Нет, здесь надо вниз. То есть, смотрите. Так, ты немного не туда смотришь, куда мне надо. Но, в принципе, пойдет. Я не могу понять, а как мне определить вообще, что я правильно все сделал? По-моему, здесь я сделал что-то не так. Может, его надо прямо запустить? Да-да, смотрите, идеально. Теперь я здесь перевел шар. И сейчас мне надо выстрелить вниз и в этом направлении. Или нет? Блин, странная тема. Ну ладно. Нам нужно сейчас еще от этого берега куда-то выставить. Наш шарик. Блин, тут еще этот чувак находится проклятый. Может, мне их надо все кушатать еще при этом? Блин, чел, не падай. Давай, иди сюда. Он специально уходит, чтобы упасть вниз. Упасть вниз и затем восстановить себе все здоровье. Мне кажется, их совершенно не обязательно убивать. То есть, допустим, я могу выстрелить в эту штуку и затем выстрелить в ту штуку. Но только вот проблема, а куда этой-то статуе стрелять? А-а-а, вижу. Нет, она должна стоять прямо. Прямо и вот сюда, да? И теперь вот эта вот статуя... Что это был за разворот такой странный? И вот эта вот статуя вроде должна сейчас ударить, типа, в барьер, наверное. Ну, вряд ли ее надо везти еще дальше куда-то. Ну, вроде бы как-то так. Теперь нужно только активизировать эту статую, если я все правильно, конечно, поставил. С помощью электроэлемента. Самую первую. Господи, какая же печка у меня в руках телефон. Так, ну давай попробуем. Подождите, он мимо стреляет, да? А если он стреляет мимо, возможно, мне надо просто навесиком кинуть, да? То есть, возможно, он будет лететь, типа, вот таким образом. Что-то нифига непонятно. Деревья мешают посмотреть. Куда-то он в задницу, по-моему, летает совсем не туда, куда надо. Блин, господи, как это неудобно сделано, конечно. Да, блин, ты издеваешься надо мной, игра? Отлично, меня молния бьет. Я не могу понять, он попадает или нет. Блин, опять синитон нажал, ну твою ж мать. Теперь придется поворачивать ее опять 500 раз. Так, а теперь надо высоту попробовать настроить. Ну он типа стреляет в эту статую, но он не достает до нее. Вот в чем проблема. Или достает. Блин, я нифига не понимаю, как это работает. Может быть, я с этой статуей должен в другую сторону выстрелить, а не в эту статую. Но, в принципе, тут других вариантов стрельбы-то толком и нету. Ну я, смотрите, я стреляю, но она не попадает. То есть она разбивается об эту шнягу. Возможно, нужно здесь как-то повернуть ее по-другому. Мне бы интересно просто было узнать, летит ли шарик дальше. То есть, может быть, я где-то там напортачил. Да, он летит дальше. Так барьер уже, наверное, сломан. Как мне кажется. Нет, не сломан. А, смотрите, здесь очень высоко находится наша шняга. То есть, вполне возможно, здесь надо прямо, как сказать... Вот так вот сделать, чтобы оно долетело. Вот зачем настраивать вверх. Чтобы, видимо, если большое расстояние, шарик бы по определенной траектории двигался. А так и все правильно мы сделали. Я просто не замечал, что шарик двигается дальше. Что-то пошло не так опять. Я вижу, что он врезается где-то вот здесь. Что странно. Но эта штука, она смотрит прямо, куда мне нужно. Но так она не долетает. Вот в чем проблема. Либо я, может быть, последнюю штуку забыл правильно выстроить. Что тоже вариант. Я просто вот это покажу, чисто это. Первый раз, как первый класс, как говорится. Блин, я не могу посмотреть. Я не успеваю просто. Она очень быстрая. А, все, понял, в чем проблема. Короче, моя основная проблема заключается в том, что я здесь сделал вниз. Но тут других нету, да? Так я понимаю. Давайте попробуем прямо запустить. Может, что-нибудь из этого поменяется. Но если вот сейчас все правильно, да, как бы, она летит до этой штуки, и с этой штуки она должна врезаться в барьер. Если я сейчас все правильно выставил, то мы пройдем это. Что это за штуки мне дали, интересно? Да, это было правильно. Просто нужно было прямо. А зачем тогда настраивать высоту наверх, если эта функция даже не пригодилась мне по итогу? Странная тема. Но погнали порочи найдем недостающую часть и починим оберег. Теперь мы можем спуститься вниз. И у нас там, видимо, что-то типа данжика. А что вот это за штука такая интересная? А, это и была-то недостающая часть? О, здорово, пацан! А что тут делаешь? Ты один здесь, или тут твой друг где-то прячется? Да не, вроде бы один. У нас им проще, как говорится. Это чисто, знаете, скорее всего, необязательный моб, которого вообще не нужно убивать, по сути своей. Я не буду тебя жалеть, братан. Урон вроде по нему проходит, хотя здоровья его и не вижу. Да, он погиб. Странно, что его здоровье не отображалось. Что это такое? Самоцвет, который источает дыхание грома. Бла-бла-бла-бла. Есть механизм, открывающий пещеру. Сундучок, электро-кулы. И теперь я могу пройти сюда. Но я вышел же просто наружу. И теперь обратно мне особо не вернуться, да? А нет, я могу вернуться. Ну, типа, я нашел камень, я убил там какого-то челика, и, возможно, мне нужно... О, нет! Это на меня эффект молнии кастуется. Блин, слишком высокая скала. Я, видимо, слишком близко подхожу к... А может, это из-за того, что на меня попрыгунья сагрелась. Давайте я лучше здесь сам выйду. Мне здесь особо выпрыгивать отсюда смысла нету. Гораздо быстрее будет забраться вот здесь. Блин, этот чекпоинт меня немножко напрягает, он не активизирован. За него еще отдадут пять камней и столько, поэтому стоит будет это пройти. Ну, а я внизу вроде все собрал самое полезное. Сейчас нам надо просто, видимо, вернуться к тому челику, либо починить оберег и вернуться к челику. Блин, а можно мне, пожалуйста, нормальный подъем? Так. Вставляем, видимо, эту штуку сейчас статуям. Барьере не хватает двух критически важных деталей. Они у меня обе есть. Это... Эээ... Вот эта шняга. И вот эта шняга. Все, обе их мы нашли внизу, за барьером. И что происходит? Что-то я не понял, а что произошло-то? Подождите, дождь закончился, да? Да, дождь реально кончился. Прикольно. А вот здесь можно костный мозг, как я понимаю, фармить, да? Это вроде костный мозг. Да-да-да-да-да-да-да. Я не знаю, правда, зачем она пока нужна абсолютно. Но в будущем, я думаю, скажут. Возможно, тоже для какого-то из заданий. Нужно починить два оберега. На тебя. Окей. Это только один из заберегов был, что ли? Я бы еще, на самом деле, повполнял достаточно быстрое задание. Но я еще хочу активировать чекпоинт. Он тут как раз неподалеку. Тем более, это лишние пять камней истока. А лишние пять истока камней не будут лишними. Там еще этот электрокул есть. Можно его забрать. Здесь наверняка сундук какой-то есть. Ну да, как я и думал. Странно, что вот у этих самураев почему-то хп не отображается. У всех остальных противников отображается, у этих самураев нет. Я даже не могу понять, сколько мне их еще бить. Ну куда вот ты кастуешь эту шнягу? Господи, куда делюк заползает? Это просто дичь. Он еще и никуда выкинул эту шнягу. Ну, господи, Джину, вот куда ты бьешь, а? Мне кажется, он почти мертв. Буквально еще один-два навыка и... Мы с ним закончим. Ну да, как я и говорил, второй навык и он труп. Можно всякие гарды пособирать. Я правда не знаю пока для чего они нужны. Но, как говорится, опять же, лишние камни истока лишними не будут. Так, и теперь нам надо как-то разрушить барьер. Есть ли тут у нас где-то поблизости цветы? Можно, конечно, взять цветок, который находится где-то неподалеку отсюда. То есть, именно вот того места, от которого я и пришел. Я помню, там был оберег где-то. Не оберег, точнее, а вот эта вот шняга. Но у нас всего 20 секунд есть на то, чтобы добежать. А, ну вот тут есть, в принципе, рядышком. Теперь мы можем с помощью этой штуки проникнуть сюда. Забрать наш электропул. И мы сняли барьер. Наверное, он восстановится со временем, как они обычно это делают. Можно еще собрать камни истока вот здесь. Да-да-да, это я уже знаю, как делать. А, видимо, этот барьер, он навсегда снялся, да? Он, видимо, уже не восстановится. Хотя вот эта штука говорит об обратном. Да, он все-таки восстанавливается, окей. О, меня прям вытолкнуло отсюда. То есть, обратно пройти, если чем можно. И там дерево еще другое есть. Что-то хили-чурлы здесь делают. Непонятно. Вроде бы ничего не охраняют, но ходят. Так, мне интересно, сколько у меня камней истока. Могу ли я сделать еще 10 призывов или еще нет? Да, мне нужно еще где-то 90 камней истока найти, чтобы сделать призывы. То есть, сегодня мы вряд ли успеем их нафармить, но, возможно, в будущем. Можно, в принципе, пойти на вторую часть. В принципе, если мы успеем за сегодня пройти еще две части, мы сможем скрафтить то, что нам надо. Но еще мы можем открывать всякие сундуки и чекпоинты для того, чтобы быстро получать камней истока, хоть и в маленьком количестве. Возможно, кстати, мне дадут какое-нибудь достижение на 20-30 камней истока, и я смогу... Сразу поднять уровень. Так, ну этот вообще электрокул легко собрать. И здесь есть еще фейка. А фейка это дополнительная шняга. Так, давайте за фейкой зайдем. Тем более, там вроде я сундук какой-то вижу. Плюс, возможно, мы нафармим сегодня электрокулов на возвышении статуи архонтов, и сможем получить еще достаточно быстро камни истока, если там, конечно, за следующий уровень они даются. Я вижу здесь еще один камень истока. Будем собирать также костные мозги время от времени. Сейчас, секунду, соберу электрокул. А фея у нас улетела куда-то в этом направлении. Вот она. Отлично, есть сундучок. Да ты издеваешься? Ты не можешь здесь пройти. И при этом она не поднимается даже вот на эти колонны. Блин, какое-то издевательство. Ладно, обойду. Хе-хе-хе. Окей. Блин, мне их неохота убивать. Тут рядом нет никакой награды за их убийство. Блин, я меч не забрал. Я не могу оставить меч. Так, господи, эти, блин, понтоны, это жесть. Наконец-то его забрал. И я помню, что там было что-то вот на этом острове. О, еще кристаллический мозг. Вижу еще сундуки. И здесь, и там, и везде. Я не в ту сторону пошел, да? Мне вон туда надо было идти. Господи, камера еще как-то неадекватно себя ведет временами. Вот здесь я видел закрытую шнягу. Блин, у меня уже закончилась зарядка на телефоне. Но проблема заключается в том, что я не вижу здесь цветка. А, возможно, цветок откроется при разгадывании вот этой головоломки. Да, блин, я не хотел его ударять еще раз. Да, господи, Байдоу, хватит, успокойся. Я не знаю еще в какую сторону они должны смотреть. Ага, они должны смотреть, видимо, в противоположные стороны. Хотя вот так вот вроде бы горит. Что-то нифига непонятно пока что. Ну вот они смотрят все вовнутрь, но это не считается, да? Ну вот они смотрят. Все, идеально вроде бы. Или нет? Ну они смотрят в одну сторону, и не все горят. В чем же проблема? А, наверное, барьер исчез, да? Как я понимаю. Да, барьер исчез. Только вот толку за этим барьером ничего толком и не было. А, нет, есть что-то, подождите-ка. Окей, мы нашли заметки о каком-то задании, видимо. Может, здесь есть еще какая-то информация? Да, вроде бы не вижу. Давайте посмотрим, что у нас там по достижениям. Сколько мы камней столько здесь получили. Вряд ли, конечно, мы сможем сейчас сделать призыв. Завтра сможем 100%. Но до этого надо еще как бы дожить. Завтра у нас тоже температура будет плюс 35. Но надо будет пройти. Пройти и сделать призыв, пока еще есть наборная Яку. Ладно, давайте я на этом пока буду заканчивать. В принципе, мы посмотрели два новых квеста. Две новые механики. Теперь мы знаем, как их примерно решать. И на этом я буду пока с вами прощаться. Господи, как же сегодня жарко. Просто башка вообще не варит сегодня. Ладно, в общем-то, на этом буду заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы еще обязательно увидимся на этом пока что все. Пока-пока.